Дивная мелодия ненецкой культуры. В Наринмаре прошел юбилейный конкурс «Савасё». Уже в десятый раз конкурсанты от мала до велика боролись за победу в нескольких номинациях в исполнении старинных и современных ненецких песен. Александра Литкова расскажет подробнее. Варвара и Василиса Косковы на сцене конкурса «Савасё» впервые. Исполнение песен на ненецком языке далось девочкам нелегко. Мне было несложно, потому что там куплеты повторяются. У меня было нелегко, но я все равно смогла, потому что это было и легко, и сложно. Василиса – солистка коллектива «Сказочка» детской школы искусств. В номинации «Вокальный ансамбль» ребята заняли первое место, исполнив песню о юной девушке. О том, как девушка ждет своего парня. Просит танцевать. Хочет танцевать и веселиться. Любовь Белугина – одна из солисток фольклорной группы «Нина Исём» и постоянная участница конкурса. В этом году женщина стала второй в номинации «Сольное выступление», исполнив старинную ненецкую песню «Быль о мальчике-сироте». Его воспитал оленевод Носи, зовут его так. Он просто не знал, что у него были родители, а этот оленевод был такой злой. Они убили его отца, забрали его совершенно маленького, вырастили как патрака, как работника. И вот он сам от себя говорит, я такой маленький, я даже не мог дрова колоть, я даже топор-то не мог поднять. Надо было всю эту работу делать, потому что он ведь жил-то не в своей семье, жил у чужих людей. Конкурс проходил в онлайн-формате и собрал более 30 участников из Нарьенмара и четырех селокруга, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Конкурсантам предстояло записать номер не более чем на четыре минуты и отправить организаторам. Самыми юными участницами совосё стали воспитанницы детского сада посёлка «Красное» под руководством преподавателя Александры Волучейской. Они взяли первое место в номинации «Коллективное исполнение современно-ненецкой песни». Основной костяк исполнителей, конечно, участники те же. Он у нас обновляется молодёжью. Очень приятно, что молодёжи интересны принимать участие в конкурсе, таким образом они знакомятся и с культурой, изучают и язык. В этом году мы услышали интересные новые номера, которые в дальнейшем уже другие творческие коллективы могут использовать. Самое большое количество победителей было в номинации «Сольное исполнение современно-ненецкой песни. Пять человек». Репертуар исполнителей с каждым годом расширяется. Переводятся стихи ненецких писателей, на которые участниками пишется музыка. Жюри оценивало по следующим критериям участников. Во-первых, это знание ненецкого языка, произношение, исполнительское мастерство. Ну и, конечно, в целом сценический образ оценивался. Конкурс «Совосё» проводится в регионе на протяжении 20 лет, раз в два года. За сохранение старинной ненецкой песни специальным призом отмечен Василий Конюков из села Несь. А фольклорный коллектив «Ненесё» из поселка «Красное» под руководством Екатерины Тайборей за творческий подход, сохранение и популяризацию ненецкой культуры. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».